Мы провели достаточно много преобразований в плане того, чтобы снизить уровни иерархии. И мне тоже больше нравятся плоские структуры. Иерархия больше не работает, и это связано с тем, что неопределенность и конкурентная среда, которая у нас есть, сильно отличается от того, что было еще 10 лет назад. Поэтому для быстрой реакции и организации работы команды должны работать, минуя те барьеры, которые есть между департаментами. Для этого как раз используется технология agile, технология проворности. Культура постоянных мелких улучшений, она позволяет вашей модернизации, прошедшей, не деградировать в будущем. Если раньше руководитель обладал ключевой экспертизой и он был самым умным в организации, то сейчас руководителям приходится выходить из своей зоны комфорта и понимать, что возможно он не самый умный, он не самый экспертный человек в своей команде. Поэтому сбор информации от своих подчиненных и организация их работы, предоставление необходимых инструментов для них является ключевой задачей топ-менеджера на сегодняшний день. И для этого есть все необходимые инструменты, которые в том числе предлагает Microsoft, для организации качественной работы, эффективной работы таких команд. Тот сотрудник, который работает с клиентом, отвечает за бизнес-клиент. Может привлечь меня как генерального директора в случае, если он видит, что мое вовлечение потребуется для проекта. Взаимное подчинение, оно очень хорошо работает. И оно, с одной стороны, создаёт очень командную атмосферу работы и высокую вовлечённость, потому что люди понимают, что они друг от друга зависят. Они не выстраивают каждую свою поляну, они действительно работают сообща, потому что понимают, что их результат зависит от его смежников, а смежники понимают, что их результат тоже зависит от этого человека.